Анализы экономических реформ и коммуникаций стремятся поддержать в Азербайджане зелёную и цифровую трансформацию в соответствии с мировыми тенденциями и в то же время стимулировать устойчивое экономическое развитие. Этому способствует портал Азранкингаз, который является платформой цифрового управления экономическими реформами. Об этом заявил исполнительный директор Центра Вюсал Гасымле на конференции «Экономические реформы и современные вызовы улучшения бизнес-среды». Встреча организована в Баку комиссией по деловой среде и международным рейтингам. На повестку дня были вынесены развитие финансовых услуг, экологии, электронного правительства, реформы интернет-инфраструктуры. Отдельной темой прошли реформы в строительном секторе и создание информационной базы недвижимости. В прошлом году в связи с отчётом Всемирного банка было реализовано 13 дорожных карт, связанных с докладом «Бизнес-среды», а также 14 планов действий и дорожных карт по другим важным направлениям. В настоящее время комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам работают не только с государственными органами, но и привлекают международных партнёров, представителей бизнеса и гражданского общества. В результате в бизнес-среде и комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам на данный момент работает 660 сотрудников. Таким образом, с одной стороны реализуется государственно-частный диалог, а с другой – комиссия реализует и диалог с теми представителями, которых я уже перечислил. Центральный банк Азербайджана принимает активное участие в зелёном финансировании. Совет директора в регулятору утвердил дорожную карту по устойчивым финансам на 2022-2026 годы и банковский стандарт корпоративного кредитования. Документы направлены на стимулирование зелёного финансирования и усиление роли банка в регулировании энергоэффективных инициатив. Классификация активов на основе принципов устойчивости определена как основа. Это обещает предложение наиболее предпочтительных условий для стимулирования возобновляемой энергетики, а также рынка электрических и гибридных автомобилей через выгодные займы и кредиты. Были определены юридические рамки зелёных инициатив, что позволяет Центральному банку более активно участвовать в регулировании и контроле над внедрением таких инициатив. Говоря про гендерные финансы, стоит отметить, что была установлена текущая гендерная структура задолженности и распределения финансовых институтов. Для улучшения финансового положения женщин и повышения доли их участия в нефинансовом секторе предложены меры по увеличению финансовой доступности и определению потребностей женщин. Сотрудничество Азербайджана с Турцией также направлено на создание экосистемы, благоприятной для устойчивого экономического роста и продвижения зелёной цифровой трансформации в стране. Такие меры должны привести к улучшению бизнес-среды и стимулированию инвестиций. Азербайджан и Турция обсуждают создание совместной рабочей группы по упрощению торговли для увеличения её объёмов, снижения внешнеторговых издержек и ускорения таможенных процедур. В 2020 году с Турцией подписано преференциальное торговое соглашение, а в 2023 году расширен перечень продуктов, на которые распространяются соглашения. Эти шаги должны привести и к росту товарооборота Азербайджана с другими государственными членами Организации тюркских государств. Косвенно это создаст условия для ускорения экономического роста. Объём товарооборота между азербайджанами и странами ОТГ в прошлом году достиг 9 миллиардов долларов. Документ «Стратегия содействия торговли» окажет положительное влияние на развитие торговых отношений и деловой среды в рамках Организации тюркских государств. Для подготовки плана действий для реализации стратегического документа ОТГ по содействию торговли определён ряд направлений. Это продвижение региональных торговых соглашений, мониторинг и оценка деятельности по упрощению процедур торговли, цифровизация торговых операций. Деятельность в рамках Организации, текущая ситуация и будущие задачи очень важны для страны. Комиссия по бизнес-среде и международным рейтингам создана указом президента Азербайджана Эльхама Алиева 13 июля 2016 года. Институт работает над созданием деловой среды, которая обеспечит оптимальную рентабельность предпринимательской деятельности и основана на принципах конкуренции. Также в приоритетах повышение инвестиционной привлекательности Азербайджана, совершенствование законодательства и администрирование для дальнейшего улучшения позиций страны в международных рейтингах и реализации других необходимых мер. Продолжение следует...